Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Market, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в еврозоне и, пожалуй, еще более важный релиз, а может быть даже самый важный релиз этой недели – данные по базовому индексу расходов на личное потребление в США. Это, как вы помните, индикатор отчет, который является наиболее предпочтительным отчетом для Федерезерва в оценке текущей ситуации с инфляцией. И эти данные можно анализировать как еще один инфляционный показатель. То есть мы, конечно же, с нетерпением ждем августовские данные по индексу потребительских цен. Но вот эта вот статистика – это фактическая репетиция. И можно также провести параллель, сравнивая эти индикаторы с американским рынком труда, когда сначала у нас публикуется статистика EDP, потом официальный отчет Non-Farm Parals. И мы судим о том, какие могут быть данные от официальных статистиков Non-Farm Parals по отчету EDP. То же самое и с сегодняшним релизом, который может повлиять на, опять же, ожидания и на то, что мы по факту увидим потом в инфляции. Соответственно, поскольку мы обсуждаем постоянно перспективы американской денежно-кредитной политики, нужно понимать, что этот релиз повлияет на эти самые перспективы. Но с другой стороны, опять же, стоит отметить, что мы уже прекрасно знаем, что будет делать американский регулятор, как он будет действовать в сентябре, что он будет делать в ноябре на декабрьском заседании. Есть даже определенные уже прогнозы того, что мы, скорее всего, увидим от вектора денежно-кредитной политики ФРС в следующем году. Я настраиваю вас уже давно, друзья, на то, что мы будем наблюдать за очень продолжительным циклом смельчения американской монетарной политики. И, опять же, если вам кажется, что индекс доллара уже сейчас очень сильно просел, то, забегая на средне-долгосрочную перспективу, ну, смотря туда вперед, учитывая то, что ставку могут срезать вдвое, то, конечно же, доллар будет торговаться на более низких ценовых значениях. Но мы настолько вперед не смотрим, нам самое главное в ближайшей торговой сессии, пусть не сегодня, на следующей неделе, когда выйдут данные по Non-Farm Perls, вместе с индексом доллара дотянуть до уровня поддержки 100 пунктов. Потому что тестирование этой планки прямо уже давно просится, и я надеюсь, что фон будет достаточен для того, чтобы мы оказались в пределах указанного уровня. Что касается текущих значений по индексу доллара, 101.30 текущей котировки, коррекция, она вполне логичная. Я говорил то, что ее отсутствие уже вызывало определенные вопросы. Любой тренд, нисходящий-восходящий, он должен быть скорректирован, опять же, временной переходной инициативы к оппонентам, в данном случае здесь и к покупателям. И это добавляет нормальности развитию трендовой динамики. Вчера вышли данные по темпам экономического роста. В ОПС США за второй квартал фактически цифры оказались лучше, чем ожидали аналитики, 3% со 2,8%. Как анализировать этот отчет, это правильный вопрос, но судя по консенсусу, который сейчас есть на рынке, в целом этот релиз никак не повлиял на ожидания рынка касательно того, что сделает Федрезерв с ключевой процентной ставкой. То есть мы также настраиваемся на то, что смягчение монетарной политики неизбежно и все так же немного озадачено вопросом того, будет ли ставка снижена на 50 или на 25 базисных пунктов. Ну, кстати, после выхода вчерашних данных по ОПР, Рафаэль Бостич, который нам известен как сторонник мягкой экономической политики, поспешил сделать заявление о том, что этот релиз никак не влияет на общие планы Федеризерва, которые ранее были озвучены Джеромом Паулом на симпозиуме в Джексон-Холле. Поэтому ФРС как был нацелен на смягчение политики, так и остается двигаться вот по этому пути. Перечные заявки на пособие по безработице 231 тысяча обращения за прошлую неделю, ну, плюс-минус среднее значение, здесь никаких дополнительных вводных. Сегодня, друзья, как я уже отметил, базовый индекс расходов на личное потребление. Ожидается рост показателей с 2,6% до 2,7%. В идеале бы, конечно же, увидеть более низкие значения, потому что именно снижение инфляции по сравнению с базовой инфляцией через анализ расходов на личное потребление будет доказывать то, что дезинфляционный тренд в американской экономике сохраняется. Но если будут какие-то сюрпризы, в статистике мы увидим все-таки фактические цифры повыше, чем в прошлом месяце. Ни в коем случае расстраиваться не нужно, потому что это всего лишь один релиз, который не меняет тенденцию, сложившуюся на протяжении последних пяти месяцев. И мы все равно остаемся в конве вот этого устойчивого дезинфляционного тренда, нисходящего тренда по показателю CPI. Соответственно, если сейчас перед выходом отчета по индексу расходов на личное потребление взглянуть снова на инструмент FedWatch Tool, то цифры плюс-минус такие же, как и вчера. Вероятное снижение ставки в сентябре 100%, 67% трейдеров считают, что ставку снизят на 25 базовых пунктов и 33% трейдеров на 50%. Соответственно, ждем сегодняшний отчет, потом будем фокусироваться на non-farm pearls и непосредственно готовиться к самому заседанию Федрезерва. Установка на доллар – долгосрочное, среднесрочное снижение, но я не удивлюсь, если американская валюта даст локальную коррекцию сегодня под закрытие торгового дня. Золото – 1513 долларов за тройскую унцию, хай вчерашней торговой сессии – 2528. Мы, по сути, оказались вблизи исторических максимумов уже который раз. И ранее подсвечивалось, что частота тестирования или попытка покупателей забраться выше данного уровня должна сейчас нас убеждать в том, что там есть все-таки тот уровень, которого золото очень-очень достать. Ну вот чего-то не хватает сейчас в текущем актуальном новостном фоне. Хочу отметить, что анализируя сантимент, индекс рыночных настроений, действия большинства и меньшинства, сейчас у нас старые добрые экстремальные значения. То есть 30% трейдеров – это прям меньшинство, остается в длинных позициях и 70% в шортах. Я, как правило, привык анализировать такие отчеты, такое соотношение сил продавцов и покупателей, как очень хороший сигнал на открытие сделки и ожидание движения рынка против толпы. Тоже об этом много раз говорил. То есть если вы готовы рисковать и ждете, как и я, новые исторические максимумы, в текущих условиях, учитывая, что у нас сантимент показывает такие данные, и мы ждем очень важный отчет американского происхождения, золото легко может попробовать рвануть в прямом смысле к уровню 2550 под закрытие текущей торговой сессии. Европейская валюта против доллара 1.1075 – коррекционный откат на фоне восстановления доллара. Сегодня ждем данные по инфляции в еврозоне. Здесь нужно, чтобы в идеале, опять же, чтобы индекс потребительских цен продемонстрировал небольшой рост. Поэтому если фактические цифры привязать к показателю прошлого месяца, мы вернемся с вами к теме того, что Европейскому центральному банку не стоит торопиться с дальнейшим смягчением экономической политики. Но весь этот новостной фон, непосредственно европейский новостной фон, мы в этом не раз убеждались, он имеет такое околорынчное воздействие на динамику евро. Европейская валюта полностью копирует с реверсом то, что происходит с долларом. Ну а по доллару долгосрочные установки нам уже известны. И по евро тоже, друзья. Я уже ранее давал рекомендацию привыкать к тому, что евро будет дороже отметки 1.10. Это произошло. Просто сейчас нужно смотреть уже на уровни выше данных значений. И на движение, как отмечали аналитики CityBank of America, к евро против доллара, к отметке 1.15 и потенциально даже выше. Британская валюта против доллара 1.3165. Остаемся вблизи многомесячных максимумов. Рост может быть продолжен. Сантимент, кстати, еще более интересное значение. Восемнадцать процентов находится сейчас в длинных позициях. То есть это меньшинство, даже не знаю, как еще назвать. И толпа, 70, точнее даже 82 процента трейдеров, этот актив шарти. Ну, скорее всего, также пойдем на обновление исторических максимумов. По австралийцу ничего не меняется. Ориентир 0.69 и 0.70. Сегодня немного разочаровали данные по уроничной продаже. Я прям удивился, что по факту мы получили эти цифры, которые вы видели. Нулевая динамика прогноз предполагал рост на 0,5%. Но не сильно, я уверен, этот отчет повлияет на инфляционные ожидания, которые остаются повышенными. И прежде всего они остаются высокими из-за роста деловой экономической активности и все еще высоких темпов роста заработных плат. Поэтому перспектива повышения ставки все также актуальна. Доллар иена 144.80. Несколько часов назад вышли данные по инфляции токийского региона. В соответствии с ожиданиями, рост показателя основной индекс потребительских цен вырос с 2,2 до 2,6%. Базовая инфляция прибавилась с 2,2 до 2,4%. Рост инфляции приближает решение Банка Японии по повышению процентной ставки. И давайте все-таки не будем списывать со счетов вероятность повышения ставки в Японии в ходе сентябрьского заседания. Цель по паре доллар-иена – это снижение в районе 140 иен против американского доллара. Американский фондовый рынок S&P 500 – 5618 пунктов. Снова рост, снова попытка забраться к прежним историческим максимумам. И опять же, текущая тенденция, условия, ситуация на американском рынке долгая. И даже вот этот отчет по темпам экономического роста покупатели нашли в этом хорошую почву для развития восходящей динамики. При дальнейшем снижении американского доллара у S&P на знаке Долл Джонса не будет никаких других альтернативных путей, кроме как обновить исторические максимумы. Пара доллар-франк, друзья. Были вопросы от наших подписчиков. 0,8450 – текущие котировки. Я думаю, что сейчас не нужно сравнивать монетарные политики Федрезерва и доллара-франк, и Национального банка Швейцарии, потому что нужно обратить внимание на просто беспрецедентную перекупленность франка. И, вы знаете, те новостные сводки, которые мне приходится анализировать, я все чаще натыкаюсь на идею того, что Национальный банк Швейцарии может начать проводить легкие валютные интервенции, потому что дорогой франк Швейцарии не нужен. И чтобы убедиться в том, что это необходимо, можно открыть дневной таймфрейм. Что пары евро-свеси, что пары доллар-франк, вы поймете, что вмешательство на текущих отметках Национального банка Швейцарии практически необходимо. Поэтому текущие уровни, на мой взгляд, на долгосрок – это идеальные условия для открытия длинных оппозиций, игнорируя то, что будет происходить с долларом, потому что в данном случае более серьезные действия придется предпринимать Национальному банку Швейцарии. И рынок нефти без изменений я жду снижения бренда в районе 75 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия торговой сессии и недели. Всем пока!